МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиции пришлось срочно найти человека, присвоившего деньги женщины. Число жертв терактов в Багдаде увеличилось до 250, и это еще не предел. Охороны погибших выявились в антиправительственные демонстрации. Власти, чтобы успокоить людей, срочно казнили всех содержащихся в тюрьмах боевиков ИГИЛ. Мы все еще находим мертвые тела. Сегодня мы опять нашли останки. Комиссия ФИФА осталась довольна ходом подготовки к Чемпионату мира по футболу в России. Российский министр спорта пообещал, что меры безопасности на мировом первенстве не будут драконовскими. Команда спортсменов, которые прибудут на территорию России, чувствовали себя комфортно. Безопасность была бы не навязчивая, но, знаете, такая серьезная. Дюшево и сердито. Вьетнамский изобретатель придумал, как решить проблему полной электрификации страны при помощи пластиковых тазиков и сломанных принтеров. Мы хотим помочь малообеспеченным слоям и снабдить их столь необходимым для жизни электричеством, а заодно и помочь им сэкономить. У нас по вечерам теперь есть свет. Сжечь себя на своем собственном балконе прямо в день города пытала жительница Астаны Ольга Цветкова. Пойти на такой шаг молодая женщина решилась после того, как не смогла вернуть свои деньги, вложенные в строительство квартиры. Многоэтажку, в которой Цветкова рассчитывала получить жилплощадь, не достроили. С тех пор, как она отдала все свои сбережения, прошло уже два года. Но именно сегодня полиция всего за один час разыскала недобросовестных подрядчиков. Репортаж с мест события. Бутылка с бензином и зажигалка. Так Ольга Цветкова пытается вернуть свои деньги. Около 9 миллионов тенге за недостроенную квартиру в Астане. Застройщик за два года возвел только два этажа многоквартирного дома. Застройщик, вам говорят, что в течение недели отдам. Дольщица Ольга Цветкова вышла из дома, облитая бензином, зажигалкой в руках. Кайрат Бадаухан, который представился руководителем ЖСК «Атакент», написал Ольге Цветковой расписку. Он пообещал вернуть деньги через неделю. Не одни мы такие, кто нуждается, вот так вот вложились. У нас все-таки страна как-то считается развитой. Хотелось бы, чтобы про законы работали больше. А не так вот, когда только приспичило, когда жареный петух клюнул, все приехали. А когда мы писали, бегали заявления, везде плакали, нас никто не слышал. По словам представителя застройщика, Ольга Цветкова сама виновата, что вовремя не расторгла договор со строительной компанией и не написала заявление на возврат денег. Кайрат Бадаухан признает, что строительство дома пока не ведется. У компании проблемы с документами. Возможно пойти на радикальные меры Ольгу Цветкову вдохновил пример другой столичной семьи. Неделю назад житель Астана Адилбек Миранов угрожал взорвать при помощи газового баллона себя и всю свою семью, если их выселят из дома. Участок Мирамовых по решению местных властей подлежал изъятию под государственные нужды. Мужчина был владельцем последнего частного дома в округе. В итоге протестующего гражданина оставили на время в покое. Правоохранительная система Кыргызстана уже в который раз будет скроена по новому. Все предыдущие попытки наладить качественную работу МВД не приносили особых результатов. По поводу нынешней реформы ее главный инициатор президент Атамбаев заявляет, что она положит конец коррупции в органах правопорядка. Однако эксперты уже оценили скептически на новые идеи властей. Рассказывает Шавкат Тургаев. Решение о радикальной реформе было озвучено на Совете обороны во главе с президентом Атамбаевым. Власти хотят добиться снижения уровня коррупции и повышения доверия населения к органам безопасности. Но чтобы претворить нововведение в жизнь, по словам главы государства, придется изменить некоторые статьи Конституции. Задача, которую мы сегодня рассматриваем, это историческая задача. Пройдет три или четыре года, народ поймет. Если мы проведем реформу правоохранительных органов, мы решим и вторую задачу. Мы дадим большой толчок к развитию экономики страны. Авторы реформы предлагают новую структуру правоохранительных органов. Так сотрудники генпрокуратуры больше не будут заниматься следствием. Комитет национальной безопасности и МВД теперь не смогут расследовать коррупционные преступления. Этим будет заниматься исключительно госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Госслужбы по контролю наркотиков ликвидируют как неэффективную. Наркопреступления отныне будут в ведении МВД. Кроме этого, на базе Министерства внутренних дел будет создано пять различных служб, в том числе криминальная милиция, службы по борьбе с экстремизмом и общественной безопасности. За последние пять лет от 27 тысяч, где-то до 30 тысяч преступлений фиксируются. В год. В год, да. И из них раскрываются в разные года от 62 до 67-8%. То есть, как бы, резкого снижения преступности в стране не наблюдается. И в то же время, скажем так, резкое повышение раскрываемости не наблюдается. Это говорит о том, что и преступность, и, скажем, работа правоохранительных органов в течение пяти лет остается на одном уровне. Первая задача, которая перед нами стояла, это четко очертить зону ответственности каждого госоргана. Преобразования уже начаты, хотя озвучены реформаторами устно. По словам Джума Кадырова, окончательный документ и вовсе сырой и еще не подписан президентом. Меж тем, будущие нововведения общественность пока воспринимает без энтузиазма. Точное число подобных реформ в истории независимого Кыргызстана сегодня и не вспомнить. Изменялась форма, но не содержание. По мнению специалистов, сегодня власти наступают на те же грабли. С одной стороны, мы рады тому, что политическое руководство, президент, правительство, лидеры фракций, которые входят в Совет обороны, они определили некие новые задачи. С другой стороны, когда мы ознакомились с результатами заседания Совета обороны, мы увидели очень много пробелов. Мы не видим механизмов, мы понимаем, что есть очень много хороших лозунгов, есть определенные направления реформы, но мы не знаем, как это будет осуществляться. Люди, не один год проработавшие во властных структурах, также считают реформу утопической. По их мнению, создание новых служб и перераспределение обязанностей не панацея в борьбе с коррупцией. Реформа правоохранительной системы – это сложнее, чем экономика, это сложнее, чем социальный сектор, потому что сегодняшняя наша правоохранительная система – это наполовину бандитская организация и полностью коррумпированная организация. И делать эту структуру сегодня, после пяти лет президентства, я думаю, президенту это не совсем удастся. И у него, я могу уверенно сказать, ничего не получится. К слову, последняя реформа МВД потерпела крах, едва начавшись. Вон там не работает светофор. Почему вы не регулируете дорожное движение, а стоите здесь и ловите тех, кто нарушил из-за неработающего светофора? Вот что? Не нужно контролировать, что ли? Весной этого года вместо дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб была создана патрульная милиция. Машины и сотрудников оснастили камерами видеонаблюдения, но современная техника не мешает и сегодня милиции превышать свои должностные полномочия. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. На день позже, чем в других странах Центральной Азии, отпраздновали окончание священного месяца Рамазан в Таджикистане. Священнослужители объясняют, что в высокогорной республике месяц на небе выглядит по-другому. Поэтому им пришлось внести коррективы в вычисление даты уразы. Людей на праздничном намазе в Душанбе в этом году было чуть меньше, чем обычно, а меры безопасности строже. Правоверные, которые хотели попасть в центральную мечеть, были вынуждены проходить через рамки металлодетекторов. Многие из-за этого даже не успели попасть на начало намаза. Никто из представителей власти в главной мечети в этом году замечен не был, хотя обычно мэр города или его заместитель приходили поздравить горожан с праздником. И вновь о благотворительности в дни уразы. Известный таджикский художник Вафо Назаров отдал детям всю денежную часть своей творческой премии, которую ему вручили недавно в Москве. Это 2 миллиона российских рублей. О том, что он жертвует их сиротам, Назаров объявил прямо на вручении премии «Звезда Содружества». На щедрый жест художник, по его словам, решился потому, что сам вырос в детском доме. Рассказывает Анна Шервона Арипов. Мы знаем, что Амар Хаям именно был таким очень отдаленным, как поэт, как астроном, как математик. Вот на эти три его, как сказать, великолепные знания сделаны в самой картине. Вафо Назаров – народный художник Таджикистана, один из самых известных живописцев в республике, обладатель десятка различных национальных наград и премий. За полвека творчества он провел сотни выставок своих работ не только на родине, но и в 39 странах мира. Ну, эту картину я сейчас пишу по заказу директора Кулябского музея. Несколько моих вещей там есть, ну, я хочу еще это им сделать, чтобы были наиболее представлены мои работы там. Сколько работ написал Вафо Назаров, он не считал. Уверенно говорит, что их больше тысячи. В каждом музее страны есть, по крайней мере, несколько его картин. Художника признали и за рубежом. В апреле он стал лауреатом Межгосударственной премии «Звезда Содружества». За нее полагается денежное вознаграждение 2 миллиона рублей. Именно их Вафо Назаров решил потратить на благотворительность. Когда дали вот эту премию, я думал, хайну взял, допустим, можно тратить, что-то такое. А будет лучше, если какой-то час именно дать тем людям, которые нуждаются. Ну, вот идея такая коротенькая, о нем много не надо говорить, во-первых. Творчество не сделало Вафо Назарова богатым человеком. Огромная по меркам Таджикистана сумма не была бы для него лишней. Но, тем не менее, художник твердо решил потратить эти деньги на сирот. Ведь сам он вырос без родителей. Передавать деньги фондам Вафо Назаров не будет. Боится, что они пойдут не туда, куда нужно. Он предпочитает сам решать, что нужно детдомовцам. Нет, деньги я не даю никому. Вот деньги, как деньги, я никому не даю. Смотрю, в чем нуждаются человек. Художник Назаров уже занимался благотворительностью 10 лет назад, когда он получил главную национальную премию имени Рудаки – 2500 долларов. Он лично распределял деньги между сиротами и купил в один из детских домов спортинвентарь, технику, игрушки и прочие необходимые вещи. Аман Шервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Число жертв теракта в Багдаде увеличилось до 250. Это еще не предел. Похороны погибших выделились в антиправительственные демонстрации. Власти, чтобы успокоить людей, срочно казнили всех содержащихся в тюрьмах боевиков ИГИЛ. Мы все еще находим мертвые тела. Сегодня мы опять нашли останки. Комиссия ФИФА осталась довольна ходом подготовки к чемпионату мира по футболу в России. Российский министр спорта пообещал, что меры безопасности на мировом первенстве не будут драконовскими. Команда спортсменов, которые прибудут на территорию России, чувствовали себя комфортно. Безопасность была бы не навязчивая, но, знаете, такая серьезная. Дешево и сердито. Вьетнамский изобретатель придумал, как решить проблему полной электрификации страны при помощи пластиковых тазиков и сломанных принтеров. Мы хотим помочь малообеспеченным слоям и снабдить их столь необходимым для жизни электричеством. А заодно и помочь им сэкономить. У нас по вечерам теперь есть свет. Число погибших из-за взрыва в Багдаде выросло до 250 человек. Это был самый крупный теракт 2003 года, когда в Ирак вторглись коалиционные силы под руководством Соединенных Штатов. В стране в эти дни продолжается общенациональный траур. Пухоры на погибших вылились в многотысячные антиправительственные демонстрации. Люди упрекают местных чиновников в том, что они сами живут в безопасности, в хорошо охраняемых районах, а вот население сотнями гибнет от рук террористов. Под давлением демонстрантов ушел в отставку министр внутренних дел Ирака. Местная служба гражданской обороны заявляет, что цифры погибших далеко не окончательные, так как каждый день спасатели находят десятки новых тел в развалинах магазинов и домов. Мы все еще находим мертвые тела. Сегодня мы опять нашли останки, документы и мобильные телефоны, принадлежащие жертвам. Атака террористов в Багдаде произошла в минувшее воскресенье. Грузовик-рефрижератор, начиненный взрывчаткой, взорвался в одном из самых людных мест города, районе Эль-Карада. Теракт случился вечером во время священного месяца Рамазан, когда люди собирались в ресторанах и кафе и делали покупки в магазинах к предстоящему празднику Ит-Альф-Виттер, или, как называют его в Центральной Азии, Ураза-Байрам. Напомним, что разъяренные родственники погибших атаковали камнями прибывшего на место трагедии премьер-министра Ирака. Вы как раз видите эти кадры. Телохранителям Хейдара Аль-Абади едва удалось вырвать его из толпы и вывезти на машине. Как утверждает очевидцы, сотни людей преследовали кортеж до самого дома премьер-министра. Буквально сразу же после этих событий Аль-Абади заявил, что все ожидающие смертной казни в тюрьмах боевики ИГИЛ будут казнены немедленно, что, видимо, и было сделано. Лидеры НАТО планируют разместить дополнительный контингент войск на польско-российской границе. Жители этого региона сейчас находятся в двойственном положении. С одной стороны, они боятся российского вторжения и поголовно приветствуют это решение НАТО, а с другой стороны, всеми силами пытаются сохранить дружбу с приграничными районами Калининградской области. Ведь от этого зависит вся экономика их маленьких городков и деревень. С подробностями Александр Касаткин. Польские пограничники патрулируют границу с Калининградской областью, растянувшуюся на 230 километров. На фоне напряженности между Москвой и НАТО, Польша внимательно следит за соседом. Это одна из шести наблюдательных вышек, построенных в прошлом году и оборудованных инфракрасными камерами. По официальным данным, они выявляют контрабандистов с польской стороны. Однако, учитывая дальность действия 12 километров, эти камеры вполне способны наблюдать за происходящим в глубине российской территории. Данные поступают круглосуточно на ближайший пограничный пост. Там дежурный офицер прекрасно видит, что происходит, например, незаконное пересечение границы пешком или на автомобиле, и может немедленно выслать пограничный патруль. Самая западная часть России, Калининградская область, это эксклав с населением миллион человек, граничащий с Польшей и Литвой. Здесь находится крайне важная для России база военно-морского флота. Кроме того, Москва обещает разместить здесь баллистические ракеты, в ответ на угрозу, которая, по ее мнению, исходит от НАТО. Жители пограничного польского городка Бронёва усиление пограничного контроля в целом приветствуют. Если вспомнить события двухлетней давности, когда начались первые волнения в Украине, то мы в Польше волновались и расстраивались. Мы ощущали угрозу. 70-летний предприниматель Люциен Гурштин занимается выращиванием рассады. Дела идут в гору, во многом благодаря покупателям из Калининградской области. Однако предприниматель поддерживает планы НАТО по размещению войск в Польше. Решение об этом должно быть принято на саммите Альянса в Варшаве. Кроме того, он доволен, что в Бронёва расквартирована 9-я бронетанковая бригада польской армии. Россия признает в качестве аргумента только силу. Однако, несмотря на тревоги, вызванные соседством с Россией, поляки хотят делового сотрудничества. Экономика Бронёва зависит от жителей Калининградской области, которые приезжают сюда за покупками. Благодаря безвизовому режиму на приграничных территориях, россияне приезжают сюда за более дешевой электроникой, сыром и другими качественными молочными продуктами. Несмотря на ослабление курса рубля, Татьяна Шашурина ездит из Калининградской области в Бронёва каждую неделю. Она не чувствует никаких антироссийских настроений и говорит, что недавние учения НАТО в Польше и её не настораживают. Нет, нет, мы верим своей стране. У нас президент хороший. Всё сможет разрулить. Политическая напряжённость между Россией и НАТО не сказалась на пассажиропотоке. Польские водители готовы часами стоять в пробках на границе, чтобы купить дешёвые сигареты, алкоголь и бензин на российской территории. Мэр Бронёва стремится сохранить позитивные отношения с Россией. Она планирует посетить Калининград с торговой миссией, чтобы привлечь как можно больше покупателей. При этом и она поддерживает планы НАТО по укреплению своих восточных рубежей. До конца года на границе в районе города будет построена ещё одна наблюдательная вышка. Чувство безопасности крайне важно для наших граждан, поэтому увеличение военного контингента имеет для нас огромное значение. Достижение баланса между вопросами безопасности и экономическими интересами – одна из ключевых задач для тех, кто живёт на границе Польши и Калининградской области. Александр Касаткин, Стюарт Грир. Настоящее время. Россия не будет вводить драконовские меры безопасности на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Хотя российские власти собирались это сделать после массовых драк болельщиков на нынешнем первенстве Европы. Об этом заявил комиссией ФИФА министр спорта России Виталий Мутко. В целом, ходом подготовки к чемпионату мира в России комиссия Международной Федерации Футбола осталась довольна. Фатьма Самура и представители ФИФА во вторник осмотрели стадион «Лужники», который реконструирует к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу. Самура, первая женщина на посту генерального секретаря Федерации футбольных ассоциаций, осталась довольна ходом подготовки. На пресс-конференции глава ФИФА и российский министр спорта Виталий Мутко говорили о мерах безопасности, предусмотренных на время проведения турниров. «ФИФА серьёзно относится к мерам безопасности. Мы извлекли урок из того, что произошло во Франции в начале Евро-2016», рассказала Самура. «Разумеется, мы перенесём этот опыт в Россию. Мы хотим создать спокойную и безопасную обстановку, чтобы и приехавшие болельщики, и принимающая сторона чувствовали себя в безопасности». Виталий Мутко рассказал, что на Евро-2016 работают российские наблюдатели, которые изучают систему безопасности на чемпионате. Их замечания будут учтены во время проведения мирового первенства. «Безопасность во время чемпионата мира в Российской Федерации гарантирована правительственной гарантией. Могу вам сказать, что концепция безопасности разработана, она согласовывается сейчас с ФИФА. Мы сделаем всё, чтобы любой гражданин, любой болельщик, любой команда, спортсмен, который прибудет на территорию России, чувствовали себя комфортно, в безопасности, и все меры будут предприняты. И безопасность была бы не навязчивая, но, знаете, такая серьёзная». Представители ФИФА огласили цены на билеты матчей чемпионата мира и Кубка конфедерации, которые традиционно проходят годом ранее. По просьбе российского министерства спорта, ФИФА согласилась установить для граждан страны-хозяйки специальные цены. Самый дешёвый билет на встрече группового этапа мирового первенства обойдётся россиянам в 1280 рублей. Остальным поклонникам футбола в 105 долларов. Это на 16 с лишним процентов дороже, чем 4 года назад на прошлом чемпионате в Бразилии. Продажи начнутся после завершения Кубка конфедераций. Как выработать энергию с помощью тазиков? Изобретатель из Ханоя создал дешёвый ветрогенератор из пластиковых чанов. Он считает, что это поможет реально решить проблему электрификации Вьетнама и сэкономит деньги людям с небольшим достатком. Подробности в репортаже Рейтер. Для жителей этой плавучей деревни, расположенной на Красной реке в нескольких километрах от центра Ханоя, электричество всегда было скорее роскошью, чем обыденностью. Но в последнее время ситуация постепенно меняется, благодаря самодельным ветрогенераторам. Их сконструировал Ли Ву Куанг из архитектурного университета Ханоя. При создании ветряка он использовал дешёвые и легко заменимые пластиковые тазики и двигатели от старых принтеров. По словам изобретателя, такой генератор вырабатывает энергию даже при очень слабом ветре – около 0,4 метра в секунду. «Этот проект очень важен для нашего общества, говорит изобретатель. Мы хотим помочь малообеспеченным слоям и снабдить их столь необходимым для жизни электричеством, а заодно и помочь им сэкономить». Большинство жителей этой плавучей деревни зарабатывают торговлей глиняной посудой и переработкой мусора. Их доход составляет примерно 100 тысяч донгов в день. Это чуть меньше 300 рублей. Новый генератор хоть немного, но снижает нагрузку на их кошельки. «У нас по вечерам теперь есть свет. Это очень удобно. К тому же наши ежемесячные расходы снизились». В настоящее время изобретатель ищет спонсоров, которые помогли бы обеспечить ветрогенераторами как можно больше малоимущих семей. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин